Дорогие друзья, я вас приветствую. И мы продолжаем разбирать послание к римлянам. Для меня это особенное послание. Вы знаете, Богослово называет его Пятым Евангелием. И здесь мы видим, как сам Бог через Своё Слово открывает нам тайну отношений с Ним. И сегодня я хочу взять несколько стихов с пятой главы. Первый стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите, какие интересные слова. «Итак, оправдавшись» и чем? Чем мы оправдываемся? Оказывается, верой. «Итак, мы имеем мир с Богом». Через грехопадение Адама и Евы. Но здесь говорится, что мы оправдываемся верою не делами, не достижениями. Многие люди, они этого не понимают. Вы не представляете, насколько это распространено. Даже на уровне целых динаминаций люди заменяют Бога высокими моральными принципами, высокими нравственными стандартами. И они мораль приносят и проповедуют мораль. Они нравственность приносят и проповедуют нравственность. И они пытаются моралью и нравственностью и какими-то добрыми делами заменить Бога. И в таких церквях, как правило, там нет присутствия Божьего. Там, возможно, люди, они не являются какими-то, ни в коем случае. Нет, это все люди хорошие. Все люди, всех Бог возлюбил. Но нельзя заменить Бога никакой нравственностью и никакой моралью. Мораль и нравственность — это следствие отношений с Богом. Есть люди, которые не знают Бога. Это мирские, абсолютно неверующие атеисты. И при этом у них очень высокие моральные принципы, очень высокие нравственные стандарты. Но это же не делает их спасенными и верующими. Точно так есть сатанисты. Есть люди, которые поклоняются дьяволу, Люциферу. И вы знаете, они не курят. Они не употребляют алкоголь. Они не блудят. Они ни в коем случае не употребляют наркотики. Они занимаются там спортом, ведут здоровый образ жизни. И знаете что? И при этом они ненавидят Бога. Поэтому нельзя взять какие-то вещи и поменять местами. Нельзя взять и убрать Бога, и на его место поставить просто высокую мораль. Нужно осознать, что мир с Богом, он приходит исключительно не через наши дела, а через веру в жертву Иисуса Христа. И каждый человек, он должен осознать, принять и получить откровение о том, что он грешник. И нет в нем ничего доброго, как говорит Библия. Что нет в человеке чего-то, чем бы он мог оправдаться перед Богом. И если он даже сегодня не делает какого-то греха, к примеру, он не курит сигареты, он не пьет алкоголь, но в это время он смотрит на другого человека и говорит, «А вот он курит и пьет, и я праведнее его». Это неправда. Праведность к нам приходит не таким образом, друзья. Я говорю не о том, что нам нужно делать грех. Я не говорю не о том, что правильно курить или употреблять алкоголь. Нет. Мы удаляемся от всякого греха. Но я говорю о том, что праведность, которая приходит с неба, праведность, которую дает Бог, она начинается из сердца, и она приходит исключительно по вере в то. Смотрите, какие конкретные вещи я сейчас назову. Первое. Ты должен получить откровение, что ты грешник. И нет в тебе чего-то, чем бы ты мог оправдаться перед Богом. Второе. Что оправдание от Бога, праведность от Бога и прощение Божье даются тебе исключительно даром, как подарок. За который ты не заплатил ни копейки. За который ты не смог бы дать ничего. И никакие твои дела не сделали бы этого. Это сделал Иисус Христос. На Голговском кресте, пролив свою кровь. И жертва Иисуса Христа совершенна. К ней ничего нельзя уже прибавить из твоих добрых дел. Чтобы она стала еще лучше. И ты должен осознать, что жертва Христа совершенна. Кровь Иисуса совершенна. Ты должен осознать это и принять, что праведность от Бога приходит исключительно по вере в совершенство этой жертвы. В совершенство пролитой крови Иисуса Христа. Так же, если у человека чувство вины, самоосуждение. И он, к примеру, приходит к Богу, просит прощения. Но он сделал тяжелый грех. Возможно, повторил его. И он, возможно, находится в плену какого-то греха. Приходит ли к нему прощение? Оно приходит только тогда, когда человек осознает, что его грех, какой бы он ни был большой, он никогда не сравнится с кровью Иисуса. Кровь Иисуса больше, кровь Иисуса совершеннее. Кровь Иисуса покрывает и смывает любой грех. И нельзя, знаете, умолить жертву Христа. То есть, что сделать, когда вы приходите к Богу, просите прощения, и после этого вы все равно остаетесь с чувством вины, с чувством самоосуждения. После этого вы снова вспоминаете эти грехи и опять начинаете каяться. Этим вы свидетельствуете о том, что вы умоляете жертву Христа. Вы как будто говорите, что этой жертвы недостаточно, что кровь Иисуса несовершенна, что мой грех, он настолько тяжел и настолько велик, и он настолько громаден, что даже кровь Иисуса его не может омыть. Этим вы умоляете кровь Иисуса Христа. Этим вы умоляете жертву Иисуса Христа на кресте. Поэтому очень важно осознать, что первое — я грешник, второе — кровь Иисуса совершенна, и она смывает всякий грех. И именно из-за крови Иисуса, третье — Дух Святой, начинает работать в моей жизни. Когда я верю в кровь Иисуса Христа, как в совершенную кровь, как в совершенную жертву, именно тогда начинается действие Святого Духа в моем сердце. Я сам себя не могу изменить, какие бы усилия я ни прилагал. Но Дух Святой, когда видит мою веру в совершенство жертвы Иисуса Христа, Он начинает работать во мне и менять мое сердце, давать мне силы, изменять меня изнутри и делать меня, как Писание говорит, новым творением во Христе Иисусе. Поэтому само примирение с Богом, оно происходит исключительно по вере. Вот смотрите, первое — я грешник, второе — кровь Иисуса — это совершенная жертва, и я должен веровать всем сердцем в это. Третье — действие Святого Духа начинается в моей жизни только тогда, когда я получил вот эти два откровения. Тогда действие Святого Духа начинается внутри меня. И четвертое — как следствие, меняется моя жизнь, и я начинаю становиться совершенней. И вопрос стоит — стану ли я другим, стану ли я по-другому поступать? Конечно, если вы идете путем, не путем фарисейства, когда вы внешне людям кажетесь праведными, когда вы бросаете какие-то грехи, которые просто внешние грехи, топорные грехи, грехи, которые просто люди видят. Нет, друзья, все начинается изнутри. Когда вы даете Духу Святому работать над своим сердцем, вот когда начинаются перемены. Это четвертое. Это когда начинаются перемены. Когда вы побеждаете внутри жадность и становитесь щедрым человеком, жертвенным человеком. Когда вы побеждаете зависть. Когда вы начинаете не завидовать, а сорадоваться тем, у кого успех. Когда вы становитесь человеком не гордым, а смиренным и кротким. Вот она внутренняя работа. Когда вы из человека, который не верил, становитесь человеком, который доверяет Богу. Когда вы из человека, который ненавидел, становитесь человеком, который начинает любить. когда была обида и дух святой начал работать с вами вы прощаете и можно продолжать дальше это внутренние вещи друзья внутренние вещи это и есть святость люди говорят что такое святость и они говорят святость это не курить не пить и извините пожалуйста это еще не святость можно не курить и не пить но ненавидеть осуждать клеветать презирать кого-то унижать оскорблять и в своем сердце носить самые отвратительные мысли святость начинается из сердца святость начинается изнутри человека святость начинается из самых глубин когда дух святой он погружается на самое дно твоего сердца в этот ил и поднимает там из этой из этого ила из этой мути он понимает то что там скрыто это гордыня это зависть это обида это непрощение это жадность это все вот эти вещи которые скрыты в сердце и святость друзья она там глубоко внутри когда ты начинаешь любить вот это уже проявление святости когда ты начинаешь жертвовать вот это уже проявление святости когда ты прощаешь своих врагов вот это уже проявление святости когда ты внутри вместо злого человека стал добрым внутри это происходит вот эта святость и вот это внутренняя знаешь скверно духа писания говорит она омывается кровью иисуса и очищается силой святого духа и тогда вот это четвертое когда оно происходит ты становишься другим человеком и мир с богом можно иметь тогда когда вы святы писание говорит что без святости никто не увидит господа и люди думают что святость это церковные правила но вы знаете что когда люди говорят что можно что нельзя о каких-то запретах очень часто выдавая это прямо за слово божье прямо и выдавая это за истину очень часто эту истину придумали несколько человек называется братский совет церковный совет и они придумывают разные правила потом берут библию подкрепляют это слово словом божьим и выдают это в церкви и создается такая знаете община со своей субкультурой со своими правилами которые люди воспринимают как слово божье и то что придумывают люди вот эти вот несколько человек бывает просто невероятно далеко от слова божьего хотя они находят места вырывают из контекста и подкрепляют свои правила словами из библии но я вам хочу сказать одну вещь что все это хорошему не приводит потому что со святостью и с миром с богом это ничего общего не имеет мы должны жить верой и мы должны начать эту святость изнутри когда придумывают правило что женщине нельзя краситься что она должна одевать юбку до самых пяток что ей нельзя ни в коем случае семье нельзя планировать детей ни в коем случае предохраняться нельзя ни в коем случае и знаете к чему это приводит я видел женщин сестер верующих которые были под этими правилами воспринимали это прямо как слово божье и если бы они его нарушили их бы отлучили от церкви поэтому они становились беременными буквально каждой полтора года у них было уже много детей и я видел этих сестер как они рыдали со многими я говорил один служитель когда пришел к нему домой он сказал бог явил свою славу вот на четверых детях у нас все остановилось потому что жене все вырезали внутри доктора и я вам скажу такую вещь это не слава божья это все человеческие правила которые выдавались за слово божье и если вы смотрите в писание то вы должны понять что прежде всего бог он добр бог есть любовь бог есть свет и когда у нас внутри появляется этот свет когда внутри нас появляется это истина которая меняет наш дух меняет наше сердце вот это есть святость и вот это есть жизнь и все остальное это уже следствие поэтому писание говорит оправдавшись верой мы имеем мир с богом через господа нашего иисуса христа и 2 стих говорит через которого верою и получили мы доступ к той благодати в которой стоим и хвалимся надеждаю славы божьей посмотрите через которого то через иисуса верою опять верою и получили мы доступ к той благодати аллилуйя я просто потрясен что нам открывает писание что через нашего господа иисуса мы получаем благодать если кто-то сегодня вам говорит о каких-то внешних вещах не понимая что иисус все свое служение обличал эти вещи и он говорил что на этих людей которые соблюдали эти внешние правила он говорил вы как гробы окрашены кажетесь людям праведными но внутри вы полны костей зловонных и всякой нечистоты но эти штуки костей зловонных то есть это ужас вот так иисус видел многих людей конкретно тех которые были фарисеями верующими лидерами того времени и они внешне как он говорил налад накладывали на людей бремена неудобоносимые а сами не шевелили перстом и я вам хочу сегодня сказать друзья наша жизнь с богом это самое главное не тратьте ее на глупости помните мы сегодня имеем мир с богом через нашего господа иисуса христа и получаем это мы тогда когда мы верим совершенную жертву нашего великого бога и как я сказал всегда первым откровением которое мы переживем будет откровение о том что мы грешники и никакие правила нас не спасут второе что нас спасет жертва иисуса христа и пролитая кровь иисуса христа третье что действие святого духа в нашем сердце это следствие нашей веры совершенство жертвы иисуса и четвертое это сделанная работа внутри нас сделанная духом святым это и есть святость которая нас ведет бог святость которая живет в сердце и когда твое сердце наполнено любовью к богу любовью к людям когда твое сердце наполнено огнем страстью любовью прощением щедростью жертвенностью когда ты человек который который просто готов на все ради того чтобы послужить другим людям твое сердце наполнено состраданием к тем, кто болен, к тем, кто сегодня терпит какие-то лишения. Вот это есть святость. Вот это есть святость. Я хочу, чтобы вы услышали это. Вот это есть святость. Отсюда все начинается. И в этой передаче мне просто не хочется развивать дальше то, что я хотел сказать. Мне хочется заострить на этом внимание и просто помолиться за вас, чтобы Бог, Он явил свою славу и открыл вам то, что я сейчас вам сказал, чтобы это стало откровением для вас. Потому что в самом деле мы не должны быть как гробы окрашенные. Мы должны быть по-настоящему внутри, такими, как Иисус. А Он сказал, я кроток и смирен с сердцем. Он сказал, что Он пришел спасти не праведников, а грешников. И вы знаете, Иисус, Он нарушал правила всех религиозных систем того времени. Он исцелял в субботу. Они не мыли руки, ели. В то время, когда фарисеи мыли руки, лавочки и все на свете. И послушайте, и знаете что? Он шел в дома грешников и ел с ними. Он шел в дома мытарей. Его осуждал весь религиозный мир. Его весь религиозный мир ненавидел. И в конце этот религиозный мир кричал, распни его, распни его, распни его. И именно религиозный мир, используя таких людей, как Пилат, они распяли Иисуса Христа на кресте. Дорогие друзья, у нас ничего общего не должно быть с этим религиозным миром. Наши сердца должны быть наполнены той любовью, которая есть в сердце Бога. И дальше, в следующей передаче, мы увидим, как это происходит. А сейчас я хочу помолиться за вас. Пусть эта святость Божья придет в ваши сердца. Дорогой Господь, драгоценный наш великий Бог, Отец, наш дорогой Иисус, наш драгоценный Святой Дух, молю тебя, коснись каждого телезрителя. Пусть сегодня жертва твоя, Иисус, она станет совершенной для каждого. Пусть каждый уверует в совершенство твоей жертвы. И через это придет работа твоя, Дух Святой. Пусть сегодня каждый переживет твою святость внутри, твою великую любовь, твою великую милость, твою великую благодать. Пусть каждый станет человеком, который любит, который милует, который жертвен, который сострадает, который готов сегодня пойти на все, чтобы послужить другим. И ты сказал, нет больше той любви, как кто положит душу свою за брата свою. Господи, благослови каждого человека, и пусть явится твоя слава. Пусть сегодня сектантское мышление, пусть сегодня религиозное мышление, пусть оно уходит прочь. Пусть сегодня приходит божественное, твое небесное мышление в сердце каждого человека, во имя Иисуса Христа. Да будет так. Сделай каждого святым изнутри, во имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас Господь, дорогие друзья. Пусть милость Божья явится на вашей жизни, и пусть каждый из вас разумеет то, о чем я говорил сегодня. Аминь. Аминь.